Ау-у-у! Бену! Ау-у! Привет-привет! Как дела? Слушай, сколько лет, сколько зим? Нормально, как у тебя дела? Так, да, пойдёт, пойдёт. Слушай, эта зима вернулась, по-моему. А у нас сегодня тепло было, как ни странно. Семь градусов. Я аж в шоке. Ну, шесть градусов тут тоже было, но вообще утром, когда я устала, снег было везде. Нет, у нас сегодня солнышко было и семь градусов. А ты семь градусов, это значит... Слушай, я нигде не пропала, я тут всё время. Я не знаю, где вы меня ищите. Белла, как там ситуация? Рассказывай, да? Ай, слава богу, пока всё спокойно. Надеюсь, так и будет. Слава богу. Молодец, кстати. Сейчас, кстати, там народу, говорят, отказалось воевать, да? Ну, конечно. А зачем воевать? Всё и так хватает войны кругом. Ещё Белоруссии не хватало. Да. Я и так сейчас, когда опять вот эти фотографии этих молодых парней выставляют погибших, у меня, ты что, сердце разрывается? Да никакая мама этого не выдержит. Да, да, но мы видели, да, вчера вообще журналистка, что сделала в прямом эфире. Видела ты? Нет, что сделала? Она, слушай, в первом канале вышла с плакатом, там, говорит, что этот передача, ну, врёт, да, не верьте ему. Фамилия забыла, как этого журналиста. На российском канале? Да. И, по-моему, за 35 тысячи этот штраф сделали, я так знаю информацию. Ну, Тамуна, давай начнём с того, что где бы война ни была, телеканалы никогда правду не говорят. Да, потому вышла, да, она говорит, что сам там работает, понимаешь? И говорит, когда передача была, в прямом эфире вышла и показала всем, что тут обманывают. Ну, не удержала, да. Человек, человек везде бывает. Ну, сейчас, знаешь, обманывают, даже интернет обманывают. Сейчас вообще никому нельзя верить, потому что в интернете тоже распространяют какие видео. 100-летней давности. Да, я это тоже видела и заметила, что... Привет, привет всем. Я тоже заметила, что старые видео тоже распространяют некоторые. Я чуть с ума не сошла. Слушай, когда я увидела, этот... Люди ненормальные выставляют звук тревоги и в целой ночи сидели, типа, в прямом эфире. Это что было? Слушай, это что было? Это не украинцы были, это вообще другие. Вообще... Это зарабатывание денег за счёт беды от кого-то. Поэтому, прежде чем кому-то деньги отправлять или там эти дорогие подарки, надо сто раз подумать. Вот Blackfish, что первый канал новости Марина Овсяникова. Да, она вышла с плакатом. В интернете посмотрю, я не видела этого. Да. А как ситуация в Армении? Ты в курсе? В Армении пока нормально. Русские много там? Очень. И русские, и белорусы, как у вас? Да. У нас, знаешь, как отличают, да, от друг друга? Когда виза не могут в магазинах с визой карты покупать, эти, значит, русские. Что? Они же не могут покупать, там, закрыли, да, их карты. Короче, я всё время думала, ладно, понимаю, русские убегают, а почему там белорусы туда поехали? Вот этого никак не могла понять. Потом мне с айтишниками здешними поговорила, и мне рассказали, что айти-компании могут им зарплаты выплатить, потому что это банковская система, карточки заблокированы, да, общая система банковская. И они могут снять только в Грузии или в Армении. И поэтому они сейчас переезжают все туда, чтобы смогли с этими заграничными компаниями работать. Ну, программисты, айтишники и юристы в основном сказали. Айтишники и юристы в основном сказали. Вау. А у нас, я так знаю, что вообще щеписы открывают и... Сейчас многие, очень многие российские все фирмы перерегистрируются на Армению и на Грузию, чтобы, ну, свою фирму будут регистрировать, к примеру, в Армении, чтобы смогли дальше работать, потому что в России это не получается уже. И поэтому у людей выхода нету. То есть они могли бы и в Польшу куда-нибудь, да, поехать, но из-за того, что там сейчас ситуация тоже непонятная, с украинцами там, с белорусами воюют тоже. И поэтому все приняли решение. Единственная безопасная страна, где можно работать и деньги снимать, это Грузия и Армения. И вот тут грузины говорят, что все уже, не могут взять деньги с Грузии. Почему? По майку почему? Что ты что-то знаешь? Ситуация повлияла, что продукты очень сильно подорожали. Тоже нету, он очень сильно подорожал. Короче, там капец тоже. Цены на жилье подорожали. Да, да, да. Короче, все выросло, потому что наплыв людей пошел. И, естественно, армян это не радует, потому что никому не выгодно с дорогими ценами жить. Ну, я в интернете видела, что там народ выходит против России. Говорят им, что не надо войны, прекратите все это. В Армении против России выходят? А бы эти старые кадры были. В Армении против России никто не выходит. Ну, говорят, что не надо войне, да, акцию делают, митинги на счет этого, нет? Эти акции делают жители Украины, к примеру, могут прийти там что-то забастовать. Ну, которые украинцы сами. Армения не против войны, слушай. Нет, против войны любая нормальная страна. Но Армения против России не пойдет никогда. Против войны и против там одной страны это разные вещи. А ты сама? Ты сейчас за войну? Я против войны. Да. Если у тебя была бы возможность, что ты сказала бы Путину? Путину? Ой, если бы у меня такая возможность была, я бы ему все равно ничего не сказала бы, потому что я в этом во всем не разбираюсь. Это политика такая, что... Ну, коротко, да, твое желание, самое большое желание, что было бы, что ты сказала бы? Не хочу больше, чтобы кто-то умирал. Вот что я бы сказала. Спасибо, маленькая Джан. Молодец. Я тоже сказала бы, что не надо чужие территории. Не хочу, чтобы погибали дети, потому что я сама мама, и я понимаю, что это такое. Я этого вообще ужас как не хочу. Я, когда сейчас смотрю эти фотографии в интернете, у меня просто вот мурашки по коже. Я сразу начинаю представлять этих родителей и думаю, боже мой, как они жить будут? Так же невозможно будет жить. Когда ты потеряешь ребенка, как можно жить? Никак. Никак. Здравствуйте. 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 Здравствуйте.